Как выучить корейский алфавит хангль? Всем привет, меня зовут Регина и я живу в Корее. Я разговариваю на корейском языке свободно, у меня пятый уровень корейского. И я работаю в корейской косметической компании, разговариваю на корейском каждый день. Разговариваю также на корейском со своим мужем. Так что я полностью окружена корейским языком и применяю его каждый день. Сама я из Татарстана и учила корейский изначально самостоятельно. Можете также посмотреть мой ролик про то, как я изучала корейский язык, как его выучить самим. Вообще многие говорят, что выучить корейский язык самостоятельно это легко, потому что он не такой трудный. Но всё равно для того, чтобы привыкнуть читать, начать быстро читать, нужно какое-то время. И сама мне тоже было изначально тяжело начинать печатать на корейском языке. То есть ты ищешь одну букву, другую, надо всё соединить. Поэтому да, алфавит он лёгкий, просто нужно время, чтобы вы привыкли, чтобы ваш мозг привык. Есть несколько способов, как начать быстро читать на корейском языке. Первый вариант, вы можете самостоятельно прописывать буквы, брать слова, писать-писать от руки. Порядок тоже. Написание букв нужно запомнить, поэтому прописывая от руки, у вас это всё будет хорошо запоминаться. Есть также приложение для того, чтобы учить алфавит. Об этом, если вам интересно, я могу рассказать в другом видео. Сегодня я бы хотела вам представить такой продукт, как карточки по хангылю. Когда я сама учила, таких карточек я не видела. На российском рынке не было. Но есть вот такие карточки, называются хангыль. Тут сзади всё вот так напечатано. Три набора, но они все одинаковые, эти карточки. И давайте я покажу, как оно вообще выглядит. Вот такой набор карточек. Сзади всё одинаковые, но есть одна отдельная карта именно с алфавитом. И с другой стороны также есть QR-коды на видео, как пользоваться этими карточками, паролем. И вот смотрите, их очень много. Я считаю, что эти карточки подойдут для тех, кто приехал в Корею. И вам надо научиться быстро читать, так как вы легко сможете приобрести эти карточки в самой Корее. Вы хотите самостоятельно заниматься, и у вас прогресс будет лучше, быстрее. Либо эти карточки подойдут тем, кто на этапе чтения, то есть только начинает учиться читать на корейском. Эти карточки тоже хорошо помогут. Или, например, если вы проводите уроки корейского языка для группы, я думаю, это очень хорошо поможет разнообразить ваш урок. Либо, если у вас есть ребёнок, и вы сами самостоятельно, например, живёте не в Корее, хотите научить ребёнка корейскому алфавиту. Вот карточка. Здесь написано, как произносится. То есть это тоже легко. К сожалению, здесь не написано, как прописываются буквы, в каком порядке. Но ничего страшного. То есть вот такие все карточки. То есть на одной карточке одна буква. Но в наборе здесь две Мириэль, и её можно найти несколько раз. То есть она два раза в наборе. То есть, видите, в одном наборе две буквы. Тут есть и согласные, и гласные, и дифтонги. И даже я здесь, смотрите, король, который создал этот алфавит, здесь его портрет. И самый такой хороший, удобный способ научиться именно читать по слогам. То есть сначала вы отрабатываете отдельно каждую букву, а потом вот так соединяете. Например, хо. Потом можно вот так поменять. Хо. Вот таким образом, да? Вот так меняете, меняете. И привыкаете к тому, что гласные и согласные находятся в разных местах. То есть они могут быть и сверху, и сбоку. Либо, например, вот так читаете. Дальше, я думаю, для урока тоже подойдёт хорошо данная игра, когда вы все карточки раскладываете на столе. И, например, на время надо найти конкретную букву. То есть сейчас мы... Сейчас, например, должны найти нен, и кто первый находит, он набирает очки. Либо вы можете рассадить детей по парам, дать там звоночек, и показываете две карточки, и кто на время сможет быстрее прочитать эту букву, эту букву. Либо даже можно ведомить такие ребусы. В корейском можно сделать таким образом. Ребусы берёте первую согласную слога, так несколько согласных ставите, и должно получиться какое-то слово. Давайте я вам сейчас продемонстрирую. То есть вот, например, поставили, и какое слово должно получиться, напишите в комментариях. Таким образом можно различные тоже игры ребуса придумывать. Либо, так как это карты, можно также, например, каждому, да, по три карты. Сидят ученики, играют, кладут карту на стол, и какая буква появляется, на эту букву надо придумать слово. То есть вообще различных вариаций для того, чтобы играть вместе в классе, да, играть, обучение проводить с детьми. Очень много всего можно придумать. Ссылку для того, чтобы приобрести данный продукт, я оставлю в описании. Также заглядывайте в мой плейс-лист, где есть много полезных видео про то, как изучать корейский язык. Пишите, про что ещё снять видео, было ли вам полезно. Спасибо большое за просмотр.